Блин, если бы не был костюм таким смешным, может это понимать бы более стрёмно. Майни, ну и с вами, всем привет, и сегодня с реакцией на видео с канала Звёздный Капитан. Эта игрушка кушала людей задолго до появления Хаги-Ваги. Давайте же посмотрим, что там за не Хаги-Ваги кушает людей. В данном видео я расскажу вам о дьявольском костюме под названием Большой Жёлтый, который был показан в сериале Время Призраков. Он такой странный, но он не страшный, просто странный. Да он просто фоткаться хочет. Это самый обычный талисман неудачливой баскетбольной команды Школы Жёлтая Дарина. Для окружающих это всего лишь старый, вонючий и очень грязный костюм, внутри которого сидит какой-то человек. Вся школа любит поиздеваться над бедолагой, толкнуть, обругать или чем-то облить. Благо при всех Большой Жёлтый на подобные выходки никак не реагирует. В действительности же это жуткий монстр, который многие годы поедает неугодных ему людей. Или тех, кто его хоть как-то обидел. Абран, а нечего бежать! Класс! Да я понимаю, успех! Сиди на одном из матчей вовсю обсуждали ужасного талисмана их школы. Уилли предположил, что команда как раз и проигрывала из-за столь ужасного костюма. В ответ Дрейк ответил, что можно легко поменять вонючий и замызганный талисман на новый и красивый. Надо всего лишь собрать 50 подписей, включая подпись одного из учителей. Всё это ребятам удалось провернуть за один день. Перед поиском нового талисмана нужно было уведомить человека, который облачался в костюм Большого Жёлтого, что его услуги более не требовались. Правда, проблема была в том, что никто из учителей не знал, кто был внутри талисмана. Даже текущий менеджер баскетбольной команды был не в курсе. При этом выяснилось, что в школе за последние несколько лет пропало множество учеников. Все они так или иначе были недовольны существованием Большого Жёлтого. А вот так? А вот так? Хорошая, значит... Просто, как говорили бы, братан, помойся! Пожалуйста, пожалуйста, помойся! Все решили спуститься в подвал. Именно там находилась коморка талисмана. Чем ближе они приближались к комнате, тем ужаснее становился запах. Подойдя к двери, Уилли и Дрейк нашли на ней клочья жёлтой шерсти. Именно от неё шла указанная только что вонь. К этому моменту мы ещё с вами вернёмся, когда будем изучать самого монстра. Так вот, ребята оставили человеку, скрывающемуся в костюме Большого Жёлтого послания, с благодарностью за годы работы и пожеланием удачи на новом месте. Они просунули письмо под дверь, где его тут же кто-то вырвал и с яростью разорвал. На следующий день Уилли и Дрейк проводили кастинг на должность нового талисмана. Им особенно понравился Вулфи, который задорно танцевал. Да и костюм у него был чистый и новый. Пришёл и Большой Жёлтый. Он начал танцевать свой примитивный танец, который он исполнял многие годы. Уилли попросил его удалиться, чем привёл в ярость. Этим же вечером школьник, который был в костюме Вулфи, шёл домой. По пути его начали пугать странные звуки. Вдруг Большой Жёлтый... Капец, он просто хорошо танцевал. Он даже ничего против костюма твоего не имел. Он же нормальный парень, там только два вот этих, блин. Кого ты трогаешь, ты не против того воюешь, не в ту сторону. Зался у него за спиной, а потом подбежал к бедняге и съел его. Утром Уилли проснулся по всем традициям крёстного отца. Своей кровати он обнаружил голову от костюма Вулфи. Он сразу понял, что Большой Жёлтый решил выжить всех претендентов и остаться на своём посту. Уилли не мог этого допустить. Он отправился в коморку талисмана, надеясь застать там человека без костюма и серьёзно с ним поговорить. В комнате никого не оказалось и школьник зашёл внутрь. Помещение представляло собой жуткое зрелище. Всё было в грязи, предметы были старые и наполовину уничтоженные. Уилли нашёл удостоверение личности и уже был обрадовался. Но на документе была фотография Большого Жёлтого. Наверное, ради шутки подумал герой. Внезапно послышался топот и в комнату вошёл сам талисман. Уилли успел спрятаться в последний момент, случайно задев магнитофон. Жёлтый немного потанцевал, а потом забрал приёмник с собой и ушёл, попутно закрыв дверь. В этот же момент комната стала наполняться жёлтым газом. Уилли стало трудно дышать, он с трудом выбил часть двери и вылез. Он всё ещё не придавал случившемуся серьёзного значения, думая, что всё это всего лишь такой жёсткий розыгрыш. Школьник нашёл Большого Жёлтого в спортзале. Подойдя к нему, он начал его пинать, призываясь снять маску. После того, как ответа не последовало, Уилли сам... Ой, зря ты, ой, зря, зря, ой, зря, зря, зря... ...стянул меховой головной убор, но оказалось, что внутри костюм был пуст. Парень понял, что ответственный за всё случившееся человек испугался содеянного и попросту сбежал. Пока он об этом думал, Безголовый Жёлтый встал и проглотил пухленького мальчугана за один присест. На следующий день Дрейк пришёл на очередной баскетбольный матч. От своего друга он нашёл один лишь ботинок. И сообщение в телефоне, указывающее на то, что Уилли собирался призвать Большого к ответственности. В перерыве вышла команда поддержки вместе с Талисманом, и они начали танцевать. Дрейк набрал номер своего друга, но звонок начал раздаваться из живота жёлтого. Внутри сидел начинающий перевариваться Уилли и стошно орал. Талисман же пристально смотрел на Дрейка, намекая ему, что он следующий. Жёлтый большую часть времени довольно апатичен. Ему очень нравится танцевать, и если заиграет его любимая музыка, то он бросит все свои дела и пустится в пляс. Пожалуй, это его единственная слабость, которую можно использовать, чтобы попытаться от него сбежать. Кроме танцев, его больше особо ничего не интересует. Если кто-то мешает ему дёргаться под музыку, или тем более пытается портить его планы, то Большой Жёлтый превращается в одержимого местью монстра, который ни перед чем не остановится. Он многие годы поедал в школе всех, кто ему хоть как-то мешал. Отдельно нужно отметить пищеварительные особенности существа. Чудище заглатывает свою добычу целиком. Внутри у него, само собой, нет управляющего им человека. Талисман живёт сам по себе, представляя из себя живой костюм. Внутри у Жёлтого имеется большая полость, существенно превышающая его внешние габариты. То есть, желудок твари, по необъяснимым причинам, больше самого Жёлтого. Это, само собой, удобно, ведь за раз туда может влезть... Реально удобно, слушайте, просто чисто внутри тебя ещё один мир. Комната, можно сдавать жильё, зарабатывать деньги. Ты просто ходящая недвижимость. Порядка шести-семи человек. Кричащих внутри людей слышно не будет, так как звук полностью блокируется. Попав сюда, жертвы покрываются особой субстанцией и начинают медленно перевариваться. Одного взрослого мужчины или двух детей вполне хватает на шесть месяцев, в течение которых чудовище не будет испытывать голода. Понять, что в желудке идёт процесс пищеварения, можно по запаху. Шерсть будет иметь неприятный аромат, о чём я упоминал чуть ранее. Большой Жёлтый, само собой, обладает огромной физической силой. Из его объятия не сможет вырваться даже мощный мужчина. Помимо этого, он может телепортироваться. Хотя такая способность и не была показана. Но слишком быстрое перемещение монстра из одной точки в другую на это намекают. Чё-то, что он сам по себе неуклюже и медленно ходит. Сказать, что да. Большой Жёлтый держит разные трофеи, которые он брал после поедания своих жертв. За свои долгие годы работы в качестве талисмана, он успел пожрать многих баскетболистов, о чём свидетельствуют их многочисленные майки. Есть тут и другие сувениры. Чьи-то очки, украшения, разные одежды, чемоданы, посуды и игрушки. Мячик, вон, нормально. Причём трофеи должны обязательно быть жёлтого или хотя бы приблизительного к нему цвета. Большого жёлтого нельзя уничтожить. Все его части могут спокойно отделяться и действовать независимо друг от друга, а после соединяться обратно. Физические повреждения его не трогают. Может, его можно только сжечь? Ну, скорее всего. Существо специально создаёт впечатление неуклюжего дурачка, чтобы не вызывать к себе подозрений. В действительности, жёлтый очень ловок и может совершать молниеносные атаки. Когти кажутся, на первый взгляд, бутафорскими. Но это не так, и они могут легко разрезать человеческую плоть. В комнате монстра также есть несколько видов ловушек. Например, тут есть бочки с ядерными и токсичными отходами. Люблю хранить токсические отходы у себя в комнате. Купавший в логово Большого Жёлтого, чтобы что-то пронюхать, обрекает себя на незавидную участь. Не забудем и про ядовитый газ, само собой, жёлтого цвета. Если вы будете вдыхать его более 20 секунд, то вы очень быстро отъедете в мир иной. Тут, кстати, можно выдвинуть интересную теорию. А что, если находящиеся в комнате отходы стали причиной появления Большого Жёлтого? Например, когда-то давно школа наняла мужчину для того, чтобы он изображал талисмана баскетбольной команды. Ему была выделена комната в подвале, в которую уже много лет никто не заходил. Внутри несчастный обнаружил бочки с непонятным содержимым. И упал в неё. И превратился в монстра. Что думаете по этому поводу? Если у вас есть свои предположения... Упал в неё. Вот это вообще, знаете, это частично, тупо чисто клише. Упасть в отходы какие-то радиоактивные, стать каким-то необычайно странным, там, монстром или сильным. А может быть и нет. А может пошёл ты? Это всё на сегодня. Хороший ролик. Хороший ролик. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Пишите ваше мнение насчёт этого Хаги-Ваги жёлтого цвета 20 века. Как вам? Как по мне, он какой-то странный. Он не вызывает ужаса, вот что я могу сказать. Подписывайтесь на Звёздного Капитана, подписывайтесь на мой канал. Всем удачки, всем пока-пока. Пау. Субтитры сделал DimaTorzok